С вами Николай Пивненко в проекте Дата. 27 февраля. День сил специальных операций отмечается в стране в числе профессиональных праздников и памятных дней в вооруженных силах России. Силы специальных операций не относятся ни к одному из видов и родов войск вооруженных сил. Это особая структура, задачи которой, естественно, вытекают из самого ее названия и сильно не афишируются. Также сегодня Всемирный день общественных организаций, то есть тех, которые независимы от правительств и международных правительственных организаций. Они участвуют в гуманитарной, образовательной, медицинской, социальной, правозащитной и прочих сферах, а также в сферах общественной политики и охраны окружающей среды. У родившихся в этот день 1887 год. В этот мир приходит Петр Нестеров, автор фигуры высшего пилотажа, который, естественно, так называется, петля Нестерова. Погиб в воздушном бою, применив таран. 1904 год. День рождения Юлия Борисовича Харитона. Физика, академика Российской Академии Наук. Трижды героя социалистического труда, Ленинская премия и еще три государственных премии СССР. А в 1909 году родился Борис Макраусов, композитор, ловерят Сталинской премии за песни «Заветный камень», «Одинокая гармонь», «Песня о родной земле» и «Хороши весной в саду цветочки». Ирвин Шоу, писатель и драматург, родился в 1913 году. «Молодые львы», дилогия «Богач, бедняк», «Нищий вор», романы «Вечер Византии», «Воспоминания утраты». 1932 год. В этот мир приходит Евгений Урбанский, актер Московского драматического театра имени Станиславского и актер кино. Погиб на съемках фильма «Директор». Ему предстояло перепрыгнуть на машине с одного песчаного бархана на другой. Съемки проходили в Бухаре. Дубль вроде бы был удачным, но второго режиссера почему-то не устроила высота прыжка, и он решил повторить этот кадр. Автомобиль перевернулся, Евгений скончался по пути в больницу. После гибели главного героя производство картины прекратили. 1932 год. День рождения Элизабет Тейлор. Рожденная в Англии, американская киноактриса. Она начинала играть с раннего возраста и стала одной из наиболее ярких звезд 50-60-х годов прошлого века. Ну а для нас же главное кино Клеопатра и кто боится Виджини Вульф. Ну и личная жизнь тоже всегда интересовала поклонников, ведь Тейлор была замужем в 8 раз. 1945 год. День рождения Даниэля Альбрыхского. Польского актера театра и кино. Любимый актер известного польского режиссера Анджа Вайде, который сыграл в большинстве его фильмов. Известен также по лентам «Жестяной барабан», «Неуловимый», «Легенда 17», «Освобождение», «Битва за Берлин». Ну и, конечно же, другим. И обладатель двух наград Московского международного кинофестиваля. Год 1956. Рождается Ани Вески. Певица, народная артистка Эстонии, заслуженная артистка России. А в 1957 году Татьяна Догилева, киноактриса. Окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Затем актриса Московского театра Ленинского комсомола, актриса театра Ермоловой, заслуженная артистка РСФСР. Сергей Симак, российский футболист и тренер, родился в 1976 году. Ну а теперь о событиях 27 февраля 1825 год. Опубликована первая глава романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Онегин был, по мнению многих судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант, без принуждения в разговоре, коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока. Хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. 1933 год. В Берлине пожар уничтожает здание Рейхстага, парламента. Несмотря на то, что преступление совершено неким голландским рабочим, нацисты объявляют пожар результатом заговора коммунистов. И на этом основании отменяют все гражданские свободы и вводят в цензуру прессы. Ну и самое последнее. Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. Или в более привычном русском варианте просто день белого медведя. Полярный медведь, он настоящий гигант. Длина составляет, представьте себе, около 3 метров. Вес полтонны. Под белой шубой черная кожа, что позволяет животному отдавать минимум тепла. Все природа продумала. Ну а дальше большой слой жира. Жители арктических земель охотятся на него уже много сотен лет. Но раньше это мешало медведям незначительно. Часто они живут в тех регионах, куда человеку просто очень тяжело добраться. И согласитесь, порой это даже хорошо. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».